ВЕСТЬ КАМАЗА Командир производства, а еще немножко педагог. Для мастеров КАМАЗа провели бизнес-сессию. Кому каникулы, а этим лишь бы учиться. Сборная школьников из Казахстана и Татарстана успешно окончила КАМАЗовскую фабрику будущего. Очередной КАМАЗовский производственный участок дорос до звания эталонный. На сей раз репортеры вестей КАМАЗа отправились на участок по изготовлению валов коробки передач, завода запасных частей и компонентов. Улучшения и новшества можно сразу разбить на две группы. Основные и вспомогательные. И чтобы в самом начале рассказа не вдаваться в подробности, кратко отметим основной итог. По результатам проведенной работы здесь будет расширена номенклатура выпускаемых деталей и увеличится объем производства. А вот обо всем подробнее теперь Тагир Закиров. Зубошлифование – одно из новшеств, которые освоили на участке завода запасных частей и компонентов. В рамках обновления здесь появилось целых два станка с ЧПУ. Отремонтированные и совершенно новые. На втором как раз и идет шлифовка зубчатых венцов шестерен профильным методом. Мы привезли этот станок в удручающем состоянии. То есть мы его полностью отреставрировали. Мы заменили неработающие детали на работающие. Улучшили точность станка. Улучшили работоспособность его. В сентябре месяце мы на данном станке сделали 1100 деталей. В октябре месяце мы уже произвели почти около 2000 деталей. Он шлифует методом профильного шлифования. Данный метод позволяет получать очень высокую точность детали. Детали получаются очень хорошего качества. Сейчас станок находится на стадии внедрения. Освоение операции уже помогло свести на нет проблему отклонений по параметрам зубьев. Детали с такими дефектами могут привести к повышенному шуму при эксплуатации, а также снижению ресурса шестерен. Кроме того, на токарных операциях удалось исключить простой из танков и потери рабочего времени за счет подбора пластин и стружка лома на режущий инструмент. Оператор уже не работает там крючком и стружка уходит в подвал. Мы убрали там свесарную операцию. Оператор уже после мехобработки деталей не делает свесарную операцию. То есть мы уменьшили время обработки детали. Убрали, во-первых, вот эти все напильники, потому что у нас оставались заусенцы и сверху по канавочным позициям. Сейчас намного легче руки не устают. Также на участке удалось переместить семь станков с участка шлифовки на свободной площади цеха. Это исключит дополнительную перевозку деталей с термогальванического производства на завод двигателей и обратно сюда. Кроме того, в дальнейшем здесь планируют освободить от устаревшего оборудования и другие площади, что поможет расширить номенклатуру выпускаемых деталей и увеличит объемы производства. Тагизакиров, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В представлении многих мастер на производстве это сотрудник, ответственный за распределение рабочих по участкам и попутно за качество продукции. Но на КамАЗе мастерам одних только этих умений будет недостаточно. Автогигант вкладывает большие силы в подготовку младших руководителей производства. Так, в Рептибе было организовано обучение для мастеров, бригадиров и начальников цехов по качеству и мотивации. По его итогам прошла бизнес-сессия, задачей которой стало решение проблем, возникающих на рабочих местах и обсуждение предложенных идей. А что предложено, об этом Алексей Гарнышев. С марта этого года мастера, бригадиры и начальники цехов проходили курсы, посвященные управлению персоналом через призму качества производимой продукции. С инициативой выступило руководство Департамента качества автогиганта. А площадкой для тренингов стал Региональный институт передовых технологий и бизнеса. За это время на занятиях успело побывать 800 руководителей производства. Учитывая то, что на КАМАЗе принята стратегия качества, большая программа по обеспечению качества, по улучшению качества, вот стратегия качества в том числе предполагает улучшение подготовки персонала, то есть мотивацию персонала, знание персонала в области качества. А это невозможно без вот таких занятий. На этой сессии собрались лучшие из лучших. 40 человек, которые за период обучения показали себя наиболее активными и выступали с предложениями. Объединившись в группы, они разработали инициативы, которые должны улучшить эффективность производств на автогиганте. Моя главная идея – это то, что мастер прежде всего должен общаться с людьми и знать свое оборудование. Потому что, опять-таки, я повторюсь, человек – главный ресурс. Без человека, без рабочего оборудование не будет работать. Особо тщательно обсуждалась роль наставника, который обучает новичков на рабочем месте. Мнения о его занятости разделились, но в одном сошлись. Человек должен быть опытный, проработавший на участке не один год и обладающий педагогическими навыками. Высказывались идеи о наглядной систематизации типов брака и объяснении рабочим его последствий для клиента. Необходимым руководители считают внедрение видеоинструкций. Мы подошли к финишу именно в теоретической части этого вопроса. Все эти предложения будут сформированы в некие рекомендации, которые будут распространены уже по всем подразделениям КАМАЗа. И мы будем их транслировать для внедрения. В конце ноября бизнес-сессия ждет уже директоров завода и их заместителей. На ней представят лучшие решения и предложения, прозвучавшие на этой встрече. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. КАМАЗ в третий раз стал площадкой для проведения открытого форума работающей молодежи набережных Челнов в единстве «Наша сила». Делегатов, представляющих 33 предприятия и учреждения города, принимал прессово-рамный завод. Впервые на форум были приглашены и специалисты из соседних городов Нижнекамска и Менделеевска. Собрались, чтобы пообщаться, опытом поделиться, получить новые навыки и советы от более опытных товарищей. Побывала там и съемочная группа Вести КАМАЗа. Итак, в этом году география форума расширилась. Он стал региональным среди делегатов представителей Менделеевского аммония и Нижнекамских предприятий, химического завода имени Карпова и Нижнекамск-Нефтехим. Встречу посвятили году рабочих профессий и круглым датам. 50-летию с начала строительства КАМАЗа и 25-летию молодежной политики Татарстана. Молодые люди всегда были самой мобильной частью нашего общества. А в сочетании с креативностью, образованностью, умением создавать команды, вы становитесь реальной движущей силой нашей страны. Программа форума включала массу мероприятий. Посещение прессово-рамного завода, круглый стол по вопросам работы с молодежью на предприятиях, воркшоп-бренд моего работодателя и другие тренинги и мастер-классы, на которых обучали, как привлечь на предприятие молодые кадры. Изюминкой стала коммуникативно-ролевая игра «Магистраль», проведенная для сплочения и кооперации участников. Они делятся на группы и конструируют мост из бумаги. И прозвали этот наш мост-тоннель мы? Единство! Ведь в единстве наша сила. Построить половина дела. Дальше в ход идут мячи для проверки проходимости и устойчивости получившихся конструкций. После всех игр, тренингов и экскурсий незаметно подошло время подводить итоги. Они показали, что главная цель форума – развитие молодежного движения на предприятиях – будет достигнута. Отдельно хочу поблагодарить организаторов конкурса, руководство города, набережные Челны, за такой открытый формат, потому что он на самом деле очень правильный, по моему мнению. Нужно обмениваться опытом, нужно приглашать гостей из других городов. От этого сильнее становимся только мы сами и вся наша республика. Результаты работы форума представят на следующем конгрессе трудящейся молодежи Республики Татарстан. Он пройдет в декабре в Казани. Виктория Евсеева, Алексей Гарнышев, Михаил Матвив, Вести КАМАЗа. Я б в мехатроники пошел, пусть меня научат. Немного переиначенная строка из Маяковского сегодня должна звучать несколько иначе. Хотя бы потому, что теперь важно не просто изучить профессию, а соответствовать квалификационным стандартам, желательно международным. Именно поэтому КАМАЗ подключился к совместному российско-германскому проекту по взаимному признанию квалификации. Год назад страны подтвердили свои стандарты среди парикмахеров. А в этом году в центре внимания автомобили-строители. Подробнее о проекте Алсу Валеева. Вот так на немецком языке, но с татарским чак-чаком приветствовали гостей на КАМАЗе. Точнее, в многофункциональном центре прикладных квалификаций. Это ответный визит экспертов проекта, преподавателей и студентов в Россию. Наша делегация в Берлине уже побывала. Экзамены выдержали. В этом году российские студенты уже побывали в Германии, а именно в Берлине на площадке Mercedes-Benz. При поддержке концерна ТЮФ они прошли экзамен, показали довольно высокий результат. Один из студентов набрал 98 баллов из 100 возможных. Это ошеломляющий результат. Практически часть у нас была на станции технического обслуживания. Но на КАМАЗе мне больше понравилось тем, что тут более инновационные технологии. Мы работаем с роботами. Также вот у нас есть окрасочная камера, которая работает в 3D-моделях. А в Германии такого я не увидел. Автомехатроник – специалист уникальный. Его без испытаний возьмут на конвейер с лесарем МСР, но квалификация работника гораздо шире. Он специализируется на таких системах автомобиля, как электронный контроль и диагностика, АБС, систему управления подвеской и другие. Проверит исправность, произведет дефектовку, при необходимости заменит или настроит. На КАМАЗе мехатронику – самое место в дилерском центре. Сам экзамен, в принципе, у нас достаточно похожий. У них очень сложная система оценивания, переводы в какие-то коэффициенты. То есть именно сама система оценивания. А сам подход, мы уже это определили еще у них в Германии, что у нас подходы практически одинаковые. Мы получаем опыт. Мы убеждаемся в том, что мы не хуже. Потому что наши оценочные средства существовали до того, как мы поехали в Германию. И посмотрев их оценочные средства, мы убедились в том, что мы на уровне. Свои ответные экзамены студенты из Германии уже сдали. От наших педагогов-наставников они получили не менее положительные оценки. И можно сказать, что проект удался и близок к завершению. Но нет, планы сторон несколько шире. Мы стремимся, чтобы образование было более интернациональным. И КАМАЗ движется в этом направлении. Именно поэтому мы обсуждаем организацию аналогичного проекта для Центральной Азии. Создание в регионе аналогичного центра обучения. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. В праздники и дни школьных каникул 120 мальчишек и девчонок точно не скучали. Программировали роботов, создавали прототипы техники будущего, решали актуальные задачи производства. Увлекательную смену для ребят из Татарстана и Казахстана подготовили в детском технопарке «Кванториум». На целых 10 дней детей увлек кампус молодежных инноваций, который назвали «фабрикой будущего». Профильная смена собрала учеников 7-11 классов, отличившихся на различных конкурсах технического творчества. Чем все завершилось, знают наши корреспонденты. Я хотела бы вам представить наш проект на тему разработки программного комплекса для изучения устройства КАМАЗа. Школьница из Бугульмы уверенно представляет свой проект, нацеленный на переподготовку водителей грузовых автомобилей. Работа над ним шла на протяжении нескольких дней и в итоге вызвала интерес у высоких гостей. Когда он переходит на новую модель, то эта программа будет интересна с точки зрения ознакомления, какие узлы и агрегаты установлены на данный автомобиль. И таких проектов здесь множество. С 10 дней работы смены первые три были посвящены погружению в темы автомобилестроения и цифрового производства. Затем участники разбились по командам, выбрали темы проектов и приступили к их реализации. Завершился кампус фестивалем технологических проектов. Ценность этой смены для нас, как для организаторов, в том, что есть возможность для очень многих ребят, не из элитных школ, не из лицеев и гимназий, например, попасть в эту смену и шанс проявить себя в проектах. Я думаю, что это уникальный опыт для них, в первую очередь, проявить себя, познакомиться с такими же одаренными ребятами, которые всегда увлечены чем-то. И сейчас, находясь здесь, вижу, насколько у нас много талантливой молодежи. В завершении работы кампуса командам были вручены награды по направлениям лабораторий за лучший проект в сфере хай-тека, виртуальной реальности, промышленной робототехники, систем искусственного интеллекта, промдизайна, 3D-моделирования и прототипирования информационных технологий и математического моделирования. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Представители правоохранительных и контролирующих органов города провели традиционную встречу с камазовцами. На этот раз встреча состоялась с коллективом ООО «Автозапчасть КамАЗ». Заместитель гендиректора автогиганта по безопасности Ильдар Шамилов поблагодарил руководство и работников предприятия за снижение числа нарушений. В целом, по автогиганту за год их количество сократилось более чем на 10%. Вместе с тем, он призвал внимательнее работать с документами. Из-за ошибок в документации в этом году с АЗК дважды уходил лишний груз. К счастью, в обоих случаях его удалось перехватить. Прокурор города Дмитрий Ерпелев обрисовал криминогенную обстановку в Набережных Челнах. За 9 месяцев зарегистрировано более 5000 преступлений, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всплеск числа правонарушений отмечается в Комсомольском и Автозаводском районах. Особым гостем встречи стала депутат Государственной Думы Альфия Кагогина. Она подробно рассказала о законопроектах, принятых Госдумой в последнее время, и ответила на заданные вопросы. — Люди, которые работают на КАМАЗе, его любят. Это патриоты КАМАЗа и нашего города. И, конечно же, все, что они здесь говорят, это не просто для того, чтобы сказать. Это не пустой звук. Это рука помощи, которую они протягивают. Вот в их вопросах, в их предложениях звучит именно следующее, что мы будем делать свою работу хорошо, мы вам поможем, а вы давайте двигайтесь навстречу. Потому что у нас общая задача, общая земля, общая республика, общая страна, как бы пафосно это ни звучало. Музей завода двигателей и технического колледжа имени Виктора Денисовича Поташова отметил десятилетие. По случаю юбилейной даты студенты техколледжа подготовили концертную программу. На праздничный вечер были приглашены музейные работники КАМАЗа и города, а также ветераны завода и колледжа. В музее собраны материалы о создании завода двигателей и его достижениях. Здесь оформлена экспозиция, посвященная четырехугольнику завода. В него входили директора завода, секретари парторганизации, председатели правкома, секретари комитета ВЛКСМ разных лет. Специальный раздел музея посвящен первому директору завода двигателей Виктору Денисовичу Поташову. Среди экспонатов его личные вещи, документы и награды. В свое время открытие музея стало значимым событием не только для завода и колледжа, но и для всего города. В день открытых дверей учебного заведения к нам приходит весь город. То есть все учащиеся старших выпускных классов города приходят на день открытых дверей и они заходят к нам в музей, где мы им то же самое рассказываем историю завода, колледжа, музея. Такой была очередная рабочая неделя на КАМАЗе. А точнее две. У нас был небольшой перерыв. А что готовит наступившее? Расскажем об этом 25 ноября. 18.00 на телеканале Челны ТВ. На этом мы, Ксения Чернильцева. И Павел Никнов, с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.